Кошка, лягушка, бабочка. Под расслабляющую музыку инструктор по йоге подробно разъясняет, как правильно выполнять эти и другие позы. Для старшего поколения это один из лучших видов физической активности. Галина Сергеевна в клубе Одинцовских долголетов уже полгода. Занимается здесь йогой, физкультурой и дыхательной гимнастикой «Цигун». Клуб дает нам возможность соблюдать дисциплину, оставаться в тонусе. Ей 67, 45 из которых она посвятила авиастроению. Сейчас на пенсии. Вторую половину дня Галина Сергеевна посвящает своему внуку. Водит 10-летнего Олега в секции музыкальную школу, занимается его развитием. Зато утро она уделяет общению с единомышленниками и спорту. Йога – одно из любимых занятий. Эта работа в тонусе и не только мышцами, но и головой помогает расслабляться, как у нас в конце занятия тренировки шавасан. Оля очень душевно нас пытается расслабиться, и это у нее получается. Я получаю от этого большое удовлетворение. Несмотря на видимое спокойствие упражнений, йога – это работа всего тела в целом. Здесь и физическая нагрузка, и работа с дыханием, и нормализация деятельности нервной системы. Прогресс в группе Одинцовских долголетов очевиден. В рамках занятия человек с любой физической возможностью получит свою пользу. Я вообще считаю, лучше сделать хоть что-то, чем не сделать ничего. И, слава богу, девочки это понимают. То есть, как всегда говорю, чем быстрее мы договоримся с собой, со своим телом, со своим перфекционизмом, тем быстрее будет, скажем так, польза и прогресс в практике. Сейчас занятия по йоге в Одинцовском клубе «Активное долголетие» регулярно посещают 8-10 человек. Однако зал позволяет увеличить это количество. Главное – желание заниматься.